Три события хочу отметить. Это министр образования Ливанов. В июне прошлого года на всю страну объявляют, что он будет ездить без мигалок. Молодец! Самый демократичный министр. Сейчас в феврале показывают, как садиться в свою машину с мигалкой и прет по Кутунскому проспекту. Человек, который должен учить нашу молодежь. Как ему верить? Но если это не он был в этой машине, пожалуйста, объявите в угон. В машину министра образования. С мигалкой, кто-то украл у него и гоняет по всей Москве. Это вот бесстыдство демократов. Бывшие коммунисты, они не могут смириться с тем, что им пришлось расстаться с матерью, так сказать, своей политической. Живут с отчимом своим, новая непостась, демократам, в него рядиться. Его надо попиариться. Я не буду на них с мигалкой, мне не нужны пайки, мне нужны санатории. Все прихватили в свои руки. Без советской власти мы путевки получали в эти санатории. А они себе захапали. Это вот такое у нас министр образования. Как молодежи студентам оценивать политическую и нравственную составляющую. Когда министр врет на всю страну. Я отказываюсь. Ну и где-то отказался. Прошло 8 месяцев, ты опять с мигалкой. Да и тогда он смигал. Второй факт выпиющий, это, конечно, банкет, концерт, Гоголь-центр, Собчак, Серебренников, вся эта тусовка. Некоторые депутаты Госдумы, особенно от «Справедливой России». Конечно, можно собираться. Мы не против. Пожалуйста. Разврат, пожалуйста. Они не могут. Нужно обязательно раздеться актерам. Раздевайтесь. Все, что хотите. Но удивляет, что вот составляющая часть этой тусовки была 35 килограмм черной икры. Это криминальный бизнес. Это преступный бизнес. Это контрафакт. И вся эта тусовка с удовольствием пожирает эти 35 килограммов украденной икры. И плохого качества. И деньги, вырученные от продажи этой нелегальной подпольной икры, идут на финансирование банкформирования подполья бандитского в Дагестане. Вот она, московская тусовка. Так красиво отдыхает у нас. Стоимость икры – это 30 спектаклей можно было бы организовать. Три миллиона закусили. Гуляет гламур. Бессовестные люди. Где-то школьники замерзли. Где-то там альпинисты пропали. Где-то там самолет опять сел. Не так. Где-то дети страдают. Чего-то не хватает. А это вот перед всем народом. В Европе такого не урить. Бутерброд маленький. И пол-ложечки чайной икры положит себе самый богатый человек в мире. Какой-нибудь там миллиардер. Французский, американский. А это гуляет. Кто такие вообще? И Собчак – главный редактор журнала «Секс ин сити». Разврат в городе. Вот такой журнал выходит. И она главный редактор. С новым мужем. Вот гуляют они, так сказать. Те же самые навальные, так сказать. Борцы с коррупцией. Видимо, в последний раз пришел на корки попробовать. В камере потом ему будут давать уже тухлые рыбьи хвосты. Похлебку. И третий момент, конечно, это вот поездка в США. И может поехать туда Алексееву. Она гражданка США. Она давно уже с Россией не связана. Ей не плевать на Россию. Там она умрет в Америке. Наверное, уже и кладбище где-нибудь заказала. Ну вот туда поехал Касьянов. Он постоянно ездил туда. Сдавал наши деньги, секреты финансовые. Будучи еще замминистром финансов. С улыбкой возвращается Миша из Европы. Еще часть кредитов МВФ для России. Раскидали по банкам, по карманам. Вся эта резинская тусовка политическая. Но он на улице. Он может ехать куда угодно. Но что там делает депутат Государственной Думы Гудков? Младший. Ей туда встречается. Может ехать встречаться. Но должны быть санкции. Что партия направлена? Фракция? Госдума? Раз ты депутат Государственной Думы, ты должен соответствовать закону. О статусе. И регламенту. Когда у одного из сенаторов спросили, что бы вы сделали с вашим конгрессменом, если он приехал бы в Россию, и там получил бы поддержку, финансирование, и выступал бы перед депутатами Государственной Думы. Вы, говорит, его бы арестовали. Вот я потребую ареста Гудкова-младшего. Лишить его депутатских полномочий за измену Родине. Потому что он часть государственной власти. Едет к нашему противнику, оппоненту и сдает нашу страну. Власовец. Депутат Власовец. Власова расстреляли. Он генерал был советский. Герой был. А потом стал предателем. Так и здесь. Пожалуйста, сдай мандат и катайся где хочешь. Никто не говорит, что ограничен выезд, выезд, встреча. Но ты часть государственной власти. Ты идешь в штаб иностранного государства, готовящего войну против нашей страны. Десятки раз президенты подписывали свое решение о начале бомбардировок СССР. Об уничтожении всей нашей страны. Десятки раз. Самолеты поднимались в воздух. Бомбить нашу страну. И сегодня планы еще такие есть. Нанесение ядерного удара. И он едет к ним, там кланяется, с ними ведет беседы. И с ним беседуют сотрудники всех спецслужб. Всем понятно, кто занимается Россией. Центральное разведывательное управление. Гражданские чиновники и в состоянии заниматься. Вот это три позиции. Я хотел бы это, кстати, отразить. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова